Друзья, всем привет! Вы на канале Виктория Литя. Сегодня вторая часть моего расхламления. Сегодня я займусь по плану джинсами, шортами, юбками и так далее. Короче, нижней частью одежды. Также, возможно, я продвинусь чуть-чуть дальше. Я, честно сказать, была в шоке на то, что некоторые люди отреагировали так остро за то, что я просто делаю все частями, не все сразу, не сразу весь гардероб. Да, это может уйти неделя, может быть, уйти чуть больше. Это зависит тоже от наших планов. Допустим, пойдем с такой стороны. Допустим, я телец, и мне, в принципе, я такой человек тормознутый сама по себе. И мне кажется, чем больше раз повторишь одну и ту же вещь, допустим, поддержание порядка, которое должно быть при расхламлении, которое сегодня у меня также есть, визуальный порядок. И мне это достаточно тяжело до сих пор. Поддерживается, все приходит в привычку, но не все сразу. Поэтому, мне кажется, лучше все с толком, с расстановкой сделать один раз на всю жизнь. И по поводу майки я тоже немножко подумала. И, может быть, там останется меньше, возможно, там ничего не останется, но тогда мне будет просто не в чем ходить. Также я сегодня хочу, как это сказать, постирать всю белую одежду с пятным водителем. Посмотрим, что из этого получится. А также вчера ночью, позавчера ночью, я сделала маникюр себе. Вот такой он красивый. И в конце видео покажу, как я его делала, какими материалами. И мне очень нравится такая форма, супер длинная, как раз то, что я хотела. Также я вчера сходила в пенсионный фонд, так с маленькими, знаете, мои планы. Блин, забыла помаду нанести перед вами. Господи, это что такое? Ладно. Вчера ходила в пенсионный фонд, у меня все обновили документы. И сейчас я, получается, могу подавать заявку на 5 тысяч, которые до 3 лет. Это мало того, так же я буду делать ипотеку погасения материнским капиталом. И я уже подала заявку, теперь осталось остаточное количество справа, которые нам надо. Если интересно, кому могу рассказать об этом в следующем видео, вы мне напишите. Я расскажу все, что требуется для того, чтобы подать материнский капитал в ипотеку. Если кому-то эта тема будет интересна, я обязательно расскажу. И также мы пошли погулять. Мы пошли в детскую поликлинику, в которой были записаны. И мы скоро будем делать прививки. Скорее всего, через месяц мы не торопимся. Также я буду записываться к логопеду. Потому что у нас старшего ребенка, которому 3,5 года проблемы с речью, он плохо говорит. И я подумала, что раз мне дают номер логопеда, надо идти. Поэтому скоро запишемся, скоро будем ходить. А теперь приступаем к расхламлению моего продолжения. Также у меня сегодня муж привез пылесос. Чему я очень... Ой, какой пылесос? Вот принес вентилятор, которым я очень сильно рада. Заказывала в Альдорадо самовывоз. Он бесплатный. Плюс у меня были бонусы за то, что там каждый день на карантине можно было получать по 50 баллов. И я накопила таким образом в районе 200-250, точно не помню. Все использовала как раз на вентилятор. В конце видео покажу. А теперь пойдемте расхламлять мой гардероб. Так, а перед началом я хотела вам показать свои маленькие-маленькие-маленькие покупочки. Это в фикс-прайсе я вчера взяла доску разделочную из дерева за 150 рублей. Мне она очень сильно понравилась и решила ее взять. Также для сортировки вещей, как не удивляйтесь, я решила использовать. Взяла себе две корзинки на пробу. Вдруг подойдут они как раз с разделителем. Возможно для нижнего пелья, возможно для чего-то еще. Мне пригодятся за 55 рублей. Также я взяла себе два вакуумных сакета. Буду складывать в большую и объемную одежду мужа, чтобы меньше места занимало, чтобы не на сезон как раз. Может быть еще куда-то стоят две штуки взяла. Они не очень хорошие, но других у меня не было. Также я нашла такие же, по-моему. Нет, смотрите, эти поуже. Я думала, я взяла такие же. Получается, мои прошлые корзинки. Вот эти вот две-три, они такие маленькие, блин, девчонки, я не угадала. Это, получается, они стоили по 27,50, если не ошибаюсь. Это уже номер два. То есть, картинка хозяйственная номер три, вот это номер два. Немножко другой цвет, но другого не было. И я решила взять, поэтому попробуем. Возможно, что-нибудь у меня из этого получится. Но что-то я прогадала. Для детских вещей они пойдут в самый раз, я считаю. Поэтому тоже будут у меня служить. А сейчас будем разбирать мой гардероб. Продолжение следует... 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 Блузка или что-нибудь такое. Ну, люди разные бывают. Так, это у меня пакеты. Давайте ради эксперимента тоже создадим пакет целый с мусором. Пока у меня будет вот этот пакет. И посмотрим, сколько вообще вещей я выкину. Потому что мне тоже очень интересно это посмотреть. И как-то так. Давайте попробовать складывать висички. Мне это тоже очень интересно. А потом, возможно, сегодня займемся сразу кофтами. и спортивными костюмами. Давайте попробуем. Чего нет? Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что, пока я Максимку уложила. Я подумала, что давайте я разберу вторую половину. Это будет кофты и спортивные костюмы. Я хочу сказать одно. Если у вас есть желание, стремление разобрать весь свой гардероб за один день, делайте это так. Напишите обязательно, если вы участвуете в марафоне. Так мне будет приятнее понимать, что я не одна такая, потому что со мной тоже этим участвует и занимается. И самое главное, основа и основ. Если вы случайно откроете на это видео, обязательно посмотрите сначала, потому что нужна подготовка к расслаблению. Нельзя просто так взять и начать. И все должно быть четко по плану. И сегодня я решила все-таки продолжить чуть-чуть побольше взять, потому что я вчера день пропустила. А вообще, вообще, я не стараюсь что-то сделать мега быстро. Как пойдет, то пойдет. Самый главный результат. И по поводу того, что мне записали, как можно комком так хранить вещи, футболки, например, я тоже думаю о том, чтобы повесить их на вешалку. Потом надо просто посмотреть мне общую картину и понять то, что если, допустим, у меня будет очень много на моей полке коробочек, тогда я, скорее всего, повешу. То же самое касается кофт. А если будет достаточно места, то, наверное, я буду все так хранить. Я посмотрю это, типа, просто хотела узнать и понять для себя, как это понравится мне или нет. И если вы взяли все-таки за это, обязательно напишите, обязательно скажите, что вы чего вы достигли тоже в сфере расслабления, мне будет очень интересно почитать. И не торопитесь обязательно. Если для вас это быстро, как и для меня, например, не торопитесь, все придет, все будет постепенно, все будет аккуратно и с меньшим стрессом для организма. Потому что для нас, для меня, например, отдать вещи, это тоже стресс, выкинуть, избавиться, которые несут в себе какие-то остаточные эмоции. Для меня это сложно, да, я признаю в этом. Но из-за того, что у меня там город детской одежды, которая потом тоже пойдет в следующем очереди на расслабление, поэтому я стараюсь как-то поторопиться. Но насколько мне хватает времени, чтобы я, допустим, сняла все в спокойной обстановке, чтобы дети ко мне не бегали, потому что с ними тоже надо сидеть, заниматься. Поэтому я как-то стараюсь как-то, чтобы и мне было удобно, и дома комфортно. Я так стараюсь и все-таки хочу, чтобы, сказать, все это начало воплощаться в жизнь и избавиться. Я подумала, что я, которые вещи реально хорошие, вот я, допустим, сегодня сфотографировала два детских комбинезона и выставила на продажу за символическую цену, я подумала, что остальные вещи, которые, допустим, хочу отдать, я их просто буду отдавать. Я их не буду складывать не в ВЧНД, вот просто я, вопрос в том, что если, допустим, буду расслаблять, допустим, а будет у меня одна-две вещи, если смысл все это выставлять, потому что обычно люди, когда приходят что-то забирать, они забирают сразу пакетом, сразу большим количеством, а если я каждый день буду по чуть-чуть собирать все, мне кажется, лучше за два-три дня как-то расслабить, что я не знаю, короче, они мне здесь не мешаются в этой комнате, а шкафчик у меня уже начинает, как вы видели, уже приводиться в порядок, и это очень хорошо, хотя бы на моей полочке. И сейчас будем разбирать верхнюю кофту и так далее. У меня здесь намного больше вещей, чем до этого было, что я могу, хочу избавиться от этого. Сейчас посмотрим, поехали, давайте присаживайтесь поудобнее, и давайте начнем. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 В общем у меня осталась совсем маленькая кучка Мне очень тяжело вот с этой категории вещей прощаться Потому что она для меня прям вот ценная И надо сделать шаг вперед И не шагу назад Сейчас я попробую кофты сложить Вообще бы хорошо мне навешалки бы их повесить Но попробую сложить Посмотрим что из этого получится И все вещи в пакет Сейчас сфоткаю Не возьмут, так выкину прям на следующий день Мне кажется так будет честно со всеми И вот эту вот я сейчас разложу. Субтитры сделал DimaTorzok Мне даже страшно на это смотреть. Вы не поверите, всего три кофты. И вот это вот, а здесь какой-то пересвет. Вот это вот, весь мешок вот этот. Посмотрите, какой он огромный. Я расхламила за два дня. Я за два раза. Я себя не представляю. Вот посмотрите, он такой огромный. Мне так страшно все это, от всего этого избавиться. Но я просто такой человек, я даже не знаю, возможно, даже где-то плюшкин, что мне как-то страшно с такими огромными вещами сплавляться. И все, что у меня осталось, это буквально четыре футболки и три кофты. Я не могу, это вообще какой-то ужас. Но все равно с этим надо что-то делать. В следующем видео как раз будем разбираться дальше. Там будет нижний. У нас на самом деле очень много вещей, которые надо разбирать. И на это всему будет замена, допустим. Потому что вот это бы я оставила из того, что есть, допустим. И вот эти вот пошли бы на домашние. Потому что они уже тоже не первой свежести. Потому что к этой липнет шерсть, а вот это вот как-то сразу пачкается. А вот этот материал отличный. И в следующий раз я буду более придирчиво, наверное, к вещам относиться. И выбирать что-то прям очень хорошее, достойное меня. Потому что, ну, вот этот мне реально очень понравился. Но с ней что-то не то. И вот каждая, каждая, каждая вещь. Вот не всегда получается угадать, чтобы она была идеальная. Но, девчонки, будем разбираться. И в ближайшее время какое-нибудь в будущем возьмем все-таки и обновим все, что только можно. Еще я думаю, что, может быть, в этот контейнер сложить, попробовать. Вообще удобно складывать. Я посмотрела, майки, например, не мнутся. А-а-а, не влезает, не влезает. Нет, сюда не буду класть. Мама. Так, какие у меня сейчас планы? Я все это фотографирую, мало ли кому пригодится. И отдаю даром прям без сожаления. Очень сильно сожаления, честно. Но ничего страшного. Все, что не делать, все к лучшему. Юрка мне сейчас поможет шкафчик все это отнести. Да, Юр? Да. И потом будем разбирать пылесос, вентилятор. Что я все время пылесосом называю, не знаю. И вот уже, видите, три мешка освободился. Один мешок у нас освободился. Сейчас буду фотографировать все. Мало ли кому пригодится. Мне несложно предложить. Мало ли кому пригодится. Мало ли кому пригодится. Мало ли кому пригодится. Субтитры сделал DimaTorzok И сейчас будем распаковывать вместе с вами вон тот пылесос Ой, пылесос-вентилятор Сейчас будем распаковывать вместе с вами Посмотрим, какой он И в конце видео покажу, как я делала вот такой себе Сейчас покажу Как я делала такой себе маникюр, который мне очень сильно нравится Сто лет не ходила с такими длинными ногтями В общем, я думаю, что сегодня такое видео интересное мне и здоровое Ой, кто бы что ни говорил, у меня получается маникюр Мне нравится, мне очень нравится Для домашнего вообще идеально Ладно, буду фотографировать О, буду выкладывать все Сейчас решила показать то, что я буду стирать светлое белье И проблема в том, что если вещи, допустим, какие-то, которые вы не готовы не стирать Не зашивать, не перешивать Тогда лучше от них избавляться Но я готова И буду как раз пытаться исправить все эти проблемы Если не прокатит, тогда, естественно, пойдет в свою домашнюю одежду Так, у меня здесь получается пятно от гуаши А здесь я тоже обнаружила потом уже, к сожалению То, что здесь тоже есть пятно И оно довольно неприятное На самом видном месте, так сказать Когда мерила, обнаружила в зеркале Так, где оно тут? Перт, иди, прошу тебя Вот это вот пятно маленькое Стирать буду ваниш добавлять Сейчас я не знаю, как этим всем пользоваться Но я просто вот так вот чуть-чуть налью Не в барабан никуда Прям так, на вещи Не знаю, правильно, возможно, это хардкорно Отправляю все в барабан машинки моей Нет, вещей очень мало Прям светлые-светлые Сейчас решила постирать с гелем для стирки Хочу постирать на хлопке Стирка с замачиванием Не знаю, правильно или неправильно Сейчас попробую хотя бы спасти хоть какие-то вещи Если не прокатит Тогда уже придется прощаться Или как-то пытаться что-то с этим делать Вот, использовать буду колпачок И сейчас как раз будем распаковывать И вот она наша коробочка Я заказала фирму Maxwell Стоит 2000 рублей Напольный вентилятор Сейчас мы вместе распакуем 35 ватт Мне он просто понравился Три скорости Здесь угол поворота 90 градусов Я оставлю ссылку в описании Мало ли кому пригодится Регулировка высоты и угла наклона Сейчас мы вместе распакуем Посмотрим, как все пришло и так далее Так, ну что, вентилятор пришел в очень хорошем качестве Очень, как всегда Как я ожидала Как он был на сайте Так он и пришел И между прочим Когда я поняла, что я не смогу его сама собрать Я поняла, что надо просить об этом мужа И он мне все спокойно сделал Пока я ходила в магазин Купила там продукты какие-то И он сделал, правда, с криками Правда, ругался на всех детей На всех И потому что дети лазили в эти детальки И им было все интересно Но он все-таки справился Он молодец на этом И, честно сказать, я не ожидала, что он будет настолько бесшумный То есть он вообще супер легкий И очень тихий Потому что до этого у меня был, допустим, Philips вентилятор И он очень громкий Был даже на первой скорости Здесь получается три скорости Можно поворачивать вниз Вправо-влево, как это сказать Можно регулировать ножку И мне он, на самом деле, очень сильно понравился А дети просто в восторге и пищали Когда его собрали Когда уже открыли Он сначала у нас стоял на полу Но потом мы решили поставить его на стол Чтобы не было никаких проблем Мало ли, потому что они с ростом прям с детей И вдруг там пальчики, глупости засунут И мы решили все-таки, что он будет стоять на полу На столе Потому что, действительно, техника безопасности Самая главная, мне кажется, на наш момент Я сейчас решила рассказать вам, как я делала маникюр свой Показываю ногти до У меня они тросли очень-очень-очень сильно И сейчас я буду делать опил С всех ногтей Я буду минимально связать длину И максимально обрамлять края Сейчас как-то подстраиваюсь поудобнее Пилочка у меня из магнит-косметика Зингер Мне она, в принципе, понравилась Стоила в районе 150 рублей Делаю все ногти Обязательно боковые валики прохожусь Потому что это необходимо В моем случае Сделала я пил Теперь я буду делать маникюр Где-то у меня там косячки остались Я их доделаю Вот такой у меня получился результат И у меня пушер с Алиэкспресс Как это называется? Русалочка Мне он очень сильно нравится Но также я покупала потом в профессиональном магазине косметики Тоже пушер И он оказался очень острый И намного лучше Но я его, к сожалению, потеряла Поэтому приходится этим Я тут уже подтупился чуть-чуть Но все равно Справляйте с своей задачей Я тоже хочу делать, допустим, попробовать Аппаратный маникюр Но, к сожалению, у меня нет аппарата Я одновременно очень сильно хотела его купить Но потом подумала, что как-нибудь потом И все вот так вот откладывала Откладывала И пока что не решила все-таки это сделать Сейчас включаю на форс Слава богу, у меня все дети спят На телефоне мужа Свою Алысу Погодаеву буду смотреть Я очень редко смотрю На самом деле, когда чем-то таким занимаюсь Я обычно просто что-то делаю И просто включаю я камеру И мне тишина А теперь у меня, слава богу, какой-то там фон Вот так у меня получился Маникюр Теперь я делаю ножничками Зингер Покупала на аптеке РУ за 200 рублей Когда я искала ножнички для маникюра Для кутикулы Я смотрела Были в Ревгоше Они были очень дорогие На тот момент для меня Они стоили примерно 650 рублей А эти за 200 рублей И очень острые Очень тоненькие Прям офигенные Доставка была близкая Допустим, к пункту выдачи Ну вот что там Аптеке близко И мне очень понравилось Очень легко с ними работать Я очень быстро к ним привыкла И до этого я делала просто кусачками Когда у меня не было таких ножничков Когда появились Это прям моя благодать была И я не делаю Вот такой у меня результат получился тоже Сейчас будем обезжиривать ногти Понимаю, лампы я включаю Смотрю сейчас ногти Мне всем буду делать с оттенком Эль Плаза Который мне тоже очень сильно понравился Покупала у нас в торговом центре Гостиный двор Стоил 160 рублей На выкраске мне очень сильно понравилось База у меня IQ Beauty Покупала тоже в магазине профессиональной косметики Стоила в районе 650 рублей Пользуюсь ей третий раз Поэтому пока что оттвоек особо не было Но почему-то мне она не очень сильно понравилась Поле, допустим, намного мне больше понравилась Тоже российская марка Если не ошибаюсь Лампа у меня тоже с Алиэкспресса Обезжириватель у меня тоже с Алиэкспресса Я когда только узнала про маникюр Начала все оттуда закупать Теперь жалею Потому что я заработала жуткую аллергию На базу от Seox Потому что тогда смотрела канал Лап Алиэкспресс И все-таки это Сказалось на мне не очень хорошо Потому что У меня вот такие вот проблемы были Лампа мне нравится Но я хотела бы Помощнее на самом деле Если это перегорит Не дай бог Хотим здесь 36 ватт Мне кажется Навряд ли она перегорит Но я хотела бы Все-таки Закрытую версию И хотя бы там 48 ватт Сейчас уже 64 делаю Что там за 10 секунд Все высыхает Но мне такое нету Цвет я выбрала Такой более синий Я делаю все Конвейерным способом Делаю все По 10 секунд Просушиваю следующий ноготь По 10 секунд Просушиваю следующий ноготь На финалочке Секунд 30 Потому что первая ноготь Уже допустим Секунд 40 Уже подсох Поэтому я и секунд 30 делаю И в самый последний момент Чтобы все закрепить Я делаю обычно 90 секунд Делаю два слоя Мне этот оттенок Очень понравился Он для меня Демисезонный На осень самое то На зиму самое то На лето тоже можно поиграться Вообще на лето хочу Ярко-желтый оттенок Потому что У меня никогда не было И я просто хочу Чтобы он такой мятный Топ У меня туннел Без липкого слоя Я когда искала Я искала Я не помню как он называется Но он был как-то по-другому Аспирий что ли Какой-то такой Комара убила И его не было в магазине Но вот этот мне тоже понравился 15 мл Дешево, бюджетно, классно И офигенно Вот такой у меня Супер длинные ногти Потому что я уже отвыкла От такой длины Я всегда делала не такие длинные А сейчас у меня прям Очень длинные Для меня по крайней мере Потому что у меня сами ногти Для себя маленькие Сободный край Очень огромный Вот такой у меня получился Маникюр Мне он очень сильно нравится Но естественно Почему-то в камере При лампе Кажется, что Руки желтые Но на самом деле Они нормальные Это просто такое освещение Вот такой у меня цвет получился И мне кажется Очень даже классно Для домашнего маникюра Если считать, что я Не мастер маникюра Просто вот такой вот любитель Я не делала ничего Под кутику Я просто делаю И кайфую Просто хожу по жизни Кайфую Чего я вам советую На этом, мои хорошие Я с вами буду прощаться Увидимся совсем скоро В следующем видео Всех люблю Обнимаемся До новых встреч Завтра Сегодня уже придет девушка Забирать все мои вещички А я с вами прощаюсь Всем пока-пока